всем привет вы на канале тренер хапаев сейчас я провел тренировку очередную с группой и завел разговор по поводу насущных проблемных таких вопросов которые очень популярны которые пережевываются как с артрозниками артрозниками артритчиками у всех у кого проблемы с костями суставами это по поводу пищевых добавок потому что некоторые почему-то воспринимают глюкозамин как их андротин как лекарство на самом деле это является пищевой добавка они продаются как в аптеке так и в любом спортпитовском магазине надо понимать все что что продается как пищевая добавка это говорит о том что если это без рецептурно уже можно ставить знак вопроса то есть когда вы покупаете пищевую добавку вы должны понимать что рецепта на нее нету значит врачи не несут за это ответственность это некая нейтральная субстанция которая не несет вреда и и пользы от нее никакой нету но может быть как эффект плацебо может быть она работает ну это если глубоко копаться в источников там в интернете если вы захотите более цельную информацию то вы в любом случае придете через полчаса копания в интернете вы найдете эту статью с англоязычных сайтов с переводом где будет написано что доказательства того что хондротин с глюкозамином улучшает качество хряща при их применении орально нету нету исследований на эту тему нету вот что касается коллагена который нам советовали прабабушки бабушки лесники и спортсмены коллаген который берут в магазинах желатин разбавляют с водой пьют натощак пьют днем пьют вечером стоит в холодильнике коллаген продается как пищевая добавка с различными подсластителями витаминами в спортпитах в аптеках коллаген 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 втирают в лица в колени считают что все это будет очень полезно и качественно вот коллаген я вот смотрите я сразу хочу сказать я не врач я не биохимик я просто человек который проживаю жизнь который имею эндопротез на левой ноге имею коксартроз второй степени выступаю на соревнованиях испробовал на себе различные спортивные питания различные добавки и это очень субъективный мой отчет перед вами то есть я рассказываю то что я как понимаю понимаю может быть не не как вот врач тогда в первом колпаке разложит там формулами все распишет на доске а простым народным языком я понимаю то коллаген это белок коллаген этот белок который немножко своеобразный он вырабатывается из соединительной ткани это сухожилия это кости все мы знаем это до связки все это варится долго вываривается из костей сухожилия связок и получается белок который стабилизирует который склеивает который соединяет это особый вид белка но это белок это животный белок это абсолютно такой же животный белок вот он кстати в яйце в желте тоже находится коллаген это такой же белок который находится в мясе просто в соединительной ткани когда его варят и вот там в большем количестве но это белок белок такой же как из мяса из яйца из молока из творога из соединительной ткани попадает в желудок к нам когда вы кушаете пьете неважно с мясом с яйцом с творогом или непосредственно вы взяли растворили коллаген желатин съели холодец съели попадая в желудок ваш белок попал он же вашего его проглотили значит он уже ваш когда корова бегала по лугу она еще была не вашему и вот съели она уже стала ваш белок расщепляется на аминотислоты любой белок расщепляется на аминотислоты идет химический процесс за счет соляной кислоты за счет желудочного сока белок расщепляется то есть коллаген уже не коллаген коллаген превращается белковая эта структура превращается в аминокислоты и уже организм внутри распределить вот эти аминокислоты синтезирует обратно в коллаген какую-то связующую массу но это никто не знает куда организм пошлет этот коллаген волосы в кожу в суставы в хрящевую ткань это только будет решать организм ну вы не сможете управлять сознанием мыслю выпивая коллаген и говоря ему давай расщепись на аминокислоты потом опять превратись в коллаген то есть организм вырабатывает синтезирует этот коллаген независимо пьете вы его отдельно или не пьете необходимое количество коллагена которая до с возрастом он уменьшается его синтез в организме уменьшается с возрастом но добавлять его извне как сказать не организовано большим количеством и думать что чем больше вы поглотите коллагена тем больше он войдет в хрящевую ткань это абсолютный абсурд это абсурд и в чем опасность то есть ну первое я уже сказал что мы не можем контролировать синтез коллагена в организме и направлять его по нашим целям и задачам это организм сам решит вот что самое страшное избыток белка из вот что удивительно даму для некоторых это может быть таким открытием избыток белка потому что некоторые же сидят на белковой диете почему я все время говорю при заболевании суставов не экспериментируйте с диетами вы ухудшите свое состояние ухудшите диета должна быть нейтральной то есть надо убирать где-то соленое тислое горькое сладкое все что является раздражителем но менять категорически я вам не советую почему потому что избыток белка он ведет за собой вот такую интересную цепочку когда белок он закисляет кровь то есть нарушается ph крови и это такой естественный процесс химический который у нас происходит в организме вот аминокислоты начинают идти в кровь и вот это молниеносное закисление крови в первую очередь на защиту закисления на нейтрализацию выходит сама кровь и костная система это первые 2 2 2 буферные зоны которые начинают работать против закисления крови восстанавливают ph крови так вот из кости выходит кальций на защиту на защиту ph вот выравнивание это легко проверить потому что вот у меня несколько недель было изжога я пил таблетки кальций с магнием кальций с магнием кальций нейтрализует кислотность магний восстанавливают слизистую желудку вот кальций из костей выходит бороться с закислением в крови и увеличивается количество кальция в крови вы можете пойти сдать анализы посмотреть если количество кальция в крови значит в почках будет кальций это уже намек на то что там могут образовываться камни и естественно в мочевом пузыре то есть в моче тоже будет присутствовать кальций кстати кто сдает анализы можете вот определить в моче если существует кальций значит у вас избыточное количество белка то есть вы сидите на белковой диете и ослабли ослабляете свою костную систему вот какой парадокс то есть едой можно улучшать свой организм да свою свою кожу свои кости свои мышцы укреплять там да то есть белок это строитель вашей мышечной структуры ну и в то же время белок будет убивать если его избыток вашу кост вашу костную структуру поэтому когда вы пытаетесь на все вопросы ответить просто и легко то это просто от того что вы знаете как в математике только таблицу умножения вы думаете что вы знаете таблицу умножения и вы знаете уже высшую математику да вспомнили школу ну так не бывает то есть ученик который в первом втором классе выучил таблицу умножения он не может знать задачи которые решают в девятом десятом классе то же самое с вами происходит то же самое происходит у вас с физическими нагрузками вам кажется посмотрели там что-то я сделал вот показал вот такое движение показал выпад сейчас я это буду делать и у вас что-то будет улучшаться ничего улучшаться кардинально не будет потому что это система тренировок система тренировок где постоянно идет самодиагностика где вы решаете постоянно какие-то задачи каждодневно потому что у вас поясница работает вместо ягодицы вы начинаете загружать поясницу поясница начинает быстро утомляться ягодицу вы не можете включить потому что любое упражнение на ягодицу никак не включают ее потому что поясница на себя берет боль и вот так один вопрос перекрывает другой нет ответов путаница в голове есть общее утомление боль никуда не уходит а я вам говорю вступайте в группу пишите ссылка будет внизу по ссылке напишите месяц побудете в группе вас оттуда потом не выгонишь поэтому записывайтесь группу с вами был тренер хапаев всего хорошего живем без боли и жду вас у себя в группе